Девочки, мальчики, всем огромный привет! С вами Илона, очень рада вас видеть на своем канале. Начинаем новый влог. Сегодня у нас 16 мая, солнышко такое здесь у нас детское, просто потрясающее. К сожалению, несмотря на солнышко, все равно на улице холодно. Вот ветер холодный, что бы с ним ни делалось, все равно он холодный. И погода, честно, напоминает начало осени, знаете, когда солнце такое яркое, а ветер уже холодный, и тепла нет. Вот у нас такая погода, у нас середина мая, но по погоде мы застряли где-то на начале апреля. Вот у меня вот такое ощущение, очень-очень хочется тепла, хочется уже поменьше одежды носить, хочется поменьше детей, в шапке куда-то... В общем, не знаю, как-то вот печально, что мы так долго ждем весну тепла, а ее как-то все нет и нет. В общем, я уже записала кусочек там, где я оформляю заказ iHerb. Сейчас вот я его вставлю. Мальчики, помните, я вам обещала показать, как я делаю заказ с iHerb. Так вышло, что мне удобнее оформить заказ с мобильного приложения, с телефона. Но, в принципе, разницы нет никакой, если вы будете делать с компьютера или также с приложения, как я. В общем, зашли мы в приложение. Сейчас у меня уже в корзине достаточное количество товаров, тех, которые я хочу заказывать. Сейчас вам покажу примерно, что я в этот раз хочу заказать. Здесь вот у меня хиноцея, пекалинат хрома, шваганха уже для моей мамы. Ну и вот, в общем, в общем, коротенько мой заказ. Собственно говоря, чтобы найти что-то, что вам интересно, вы можете просто забить в поисковик, либо зайти в популярные, либо зайти в скидки, либо зайти в новые поступления, пробные товары. В общем, знаете, искать вы можете по самым разным характеристикам. Ну, в принципе, я думаю, те, кто уже знаком с сайтом iHerb, те уже примерно представляют, как искать. В общем, зашли мы... Давайте еще раз зайдем в корзину. Так, есть у нас... Так, тут у нас вот вылазит общая сумма. У меня вот общая сумма вышла 47 649 тенге. Конечно, это довольно-таки много, но учитывая то, что здесь заказ для нас четверых, для моей семьи, плюс для моей мамы, для моей сестренки и для моей свекрови. Так, я, значит, нажала оформить заказ. Там вышел мой адрес, который уже здесь был забит. Я, естественно, его не буду вам показывать. Ну, как, не обижайтесь, конечно, но, в общем, показывать его не буду. И тут такая тонкость вышла. Я выбираю пункты выдачи и постоматы Boxberry доставка. Но она идет, видите, максимально до 49 тысяч тенге и 5 килограмм. То есть, если у вас сумма больше 49 тысяч и вес больше 5 килограмм, тогда эта доставка будет для вас недоступна и придется выбирать доставку более дорогую. Поэтому я кое-что, к сожалению, убрала из корзины и выбираю вот эту вот, значит, доставку. И она у меня выходит бесплатная. Значит, предполагаемая дата доставки 24 мая-7 июня. Ну, 7 июня – это более реалистичная дата доставки. Сегодня у нас получается 15 мая. Так что, вот, как бы делайте выводы. Также можно выбрать курьерскую доставку Boxberry. Вот. Ну, тут надо изменения по адресу внести. Вот. И получается вот такая вот предполагаемая дата доставки. Вот они, заказы. К сожалению, не получается как-то подробнее снять оформление заказа. Но, в принципе, если у вас, конечно, остались какие-то вопросы, я думаю, они остались. Обязательно задавайте, отвечу на них. Но я буду ждать свой заказ. Но, к сожалению, у меня не получилось все снять так, как мне бы хотелось. Наверное, вы из этого кусочка мало что поймете. Но так вышло, что на компьютере я не могла оформить заказ. Заказу, короче, были с этим проблемы. И все товары у меня были именно в корзине, в приложении на телефоне. Вот. И я когда начала оформлять заказ, ну, как обычно же, когда я начинаю снимать, не может все быть так, как надо. С меня приложение опять потребовало заново ввести мой адрес. Что-то там сбилось у них, короче, заново вводила адрес, заново вводила карту. Потом, короче, так как у меня вышел большой заказ, у меня на карте был превышен лимит на покупки в интернете. Мне пришлось этот лимит увеличивать, короче. Там начался такой хаос, что в итоге, пока я все это сделала и, наконец-таки, заказ оформила, в общем, показывать вам уже и нечего осталось. Так что, не знаю, даже вот, ну, периодически при оформлении вот именно интернет-заказов на iHerb почему-то вот иногда у меня возникают какие-то сложности. Но, в принципе, они решаемые. То есть, ну, не было чего-то такого, что не решать. Мальчики, помните, я вам обещала рассказать про то, как мы сделаем решетки на окнах? В общем, это окно в детстве. Не удивляйтесь, что у нас здесь снежинки до сих пор. Дети, короче, не дают их отклеивать. И они им очень нравятся. Ну, в общем, мне, если честно, пофиг. Есть они, тут нету. Вот, значит, у нас обычное пластиковое окно. И мы выбрали сделать на него решетку. И она идет вместе с магнитной москитной сеткой. Вот. Собственно говоря, устанавливается решетка. И устанавливается сетка, которую очень легко снять, если вам нужно. Вот, решетки очень прочные. Их, как вы видите, в зависимости от того, какой высоты окна, такое количество решеток. Я вот не считала, сколько у нас здесь. Но достаточно, в принципе. Мы сделали в спальне и в детской. Потому что к этим окнам, как я говорила, у нас очень легкий доступ. И это реально опасно. Потому что я не могу все время следить за детьми. И, если честно, даже когда я мыла эти окна, очень страшно, что ты можешь вывалиться. Поэтому мы выбрали сделать вот на два окна такие решеточки. Вот, на остальные мы решили просто установить москитные сетки. Чем мне понравились эти решетки? Тем, что они выглядят довольно-таки симпатично. В отличие от таких, знаете, которые грубо сваренные вручную, такие железные. Эти решетки выглядят довольно органично для наших окон. И они устанавливаются без каких-то особых... Без сварки, без какого-то особого шума, пыли. И мастер устанавливает их 40 минут. И буквально никакого мусора после него не осталось. И все было довольно тихо. Так что для меня это тоже очень важно. Вот, мы очень довольны. Очень все качественно. Так что я могу теперь не переживать ни за себя, ни за детей. Вот такие вот у нас окна. Теперь будут. В общем, кому нужно, я могу оставить ссылочку под видео на их инстаграм. И также в моем инстаграме можете найти отзыв на эту фирму. Я очень довольна. Мы не сразу, не сразу как бы нашли подходящий вот этот вариант. Но вот я очень рада, что все вот так в итоге получилось. Вот спальня, видите. Такая же, в принципе, история. Я хотела вам вид из окна немножко показать. Пока стекла чистые. Вот так вот. Вот такая вот степь у нас. Немножко зеленеть начала. Но... Ну, еще, конечно, до тепла нам далеко. Вот. Вот такие вот у нас окошки теперь. Зато небо в Астане, мне кажется, самое красивое. Это я во влогах давно ничего вам косметического не показывала. И тут я вот решила показать штучки для ногтей некоторые. Вот эту вот вещь я заказала пораньше. Это я все на флипе заказывала. Это значит база быстросохнущая от фирмы корейской The Face Shop. Вот The Face Shop. В общем, эта штука реально, девочки, очень хорошо выравнивает поверхность ногтя. И любой лак ложится намного лучше. И также я иногда использую эту базу саму по себе. Просто чтобы ногти выглядели более ухоженно, скажем так, в своем натуральном виде. Сохнет реально очень быстро. И, честно говоря, держится очень-очень долго. Так как эта штучка мне очень понравилась, я решила, пока там акция на флипе, заказать другие, в общем, средства от The Face Shop для ногтей. Значит, вот эта штука, это база. Ой, фу, то есть, вот эта штучка, это верхнее покрытие. Я не могу без верхнего покрытия вообще маникюр какой-либо носить, потому что иначе это на полдня. Ну и педикюр, в принципе, тоже. Так как сейчас грядет весенний-летний сезон, я надеюсь, что все-таки удастся походить в открытые обуви. И вот проверю, как эта штучка работает. И решила попробовать вот такую вещь. Кьютикл ремувер. Вот, никогда, честно, не пробовала такую штуку. До этого делала маникюр в салоне, там, как бы, кутикулу удаляют, собственно говоря, очень замечательно. Но у меня вообще, в принципе, особо кутикулы нет. Ну, такая она, знаете, очень сухая, ее практически нет. Но, тем не менее, ногти выглядят неаккуратно. Если вот ее не очистить, сам маникюр выглядит не очень аккуратно. Поэтому решила заказать попробовать и жду еще апельсиновые палочки. С другого сайта, в общем, с Вайл Берриса. Посмотрим. Так, ну и два лака. Я решила потихонечку обновлять свою коллекцию лаков. Собственно говоря, я даже не думала, что они будут, в принципе, в одной цветовой гамме, эти лаки. Но, тем не менее, вот это тоже от The Face Shop. Стоил вообще недорого цвет такой пыльной розы. В общем-то, у меня от Фаберлик был такой цвет лака, но он уже подсох. Этот лак, в общем, попробую. Попробую этот. В принципе, довольно такой носибельный цвет для маникюра, для педикюра. Посмотрим. И вот этот лак типа гелевый от Релуи. Его хвалили. Вот, Like Gel. Посмотрим. Люблю вот такие маленькие баночки. Пусть они стоят как раз-таки не так дорого. И за сезон можно их использовать, если цвет понравится. И он не засохнет. В общем, попробую, наверное, нанести их два. Они в похожей цветовой гамме. Один на маникюр, другой на педикюр. И посмотрим, в общем, как они. Вот такой вот у меня был заказик для ногтей. Если что-то из этих срез пробовали, расскажите. И вообще расскажите, как делаете маникюр в домашних условиях. Ваши какие-то мастхевы. Может быть, дадите мне какие-то советы. Потому что, если честно, я в этом не очень компетентна. Но, тем не менее, сейчас я не хожу в салон делать маникюр. Надо как-то справляться самой. Плохо видно. Цвет я хотела показать здесь, в комнате. Цвет такой, знаете, фуксия, но немножко разбавленная. Как будто молочная фуксия. Знаете, что-то в этом роде. Знаете, цвет свеклы с майонезом. Как вам такое кулинарное сравнение? Ну, в общем, для меня это очень удобно на данный момент. Иметь что-то такое не очень большое. И в то же время вместительное. Так как с сумками в этом плане немножко проблема. У меня в прошлом году была сумочка. Я вам тоже ее показывала от Инсити. Небольшая, красивая. Довольно вместительная. Но все-таки места в ней меньше, чем мне нужно было бы. И из-за того, что я в нее пихала все подряд, она, короче, порвалась. Вот. И я решила, что рюкзак будет все-таки пофункциональней. Так как все-таки, так как у меня двое детей. И вещи я часто таскаю им обоим. В своей ручной кладе, да и себе тоже много чего я с собой беру. Так что я подумала, что это будет удобнее. Рюкзачок, значит, у нас от Модис. Я очень долго выбирала. Но вот Модис как-то меня устроил больше всего по цене. И, в принципе, по качеству. Стоил он, ну, здесь написано 999 рублей. Я его купила за 5000 тенге с копейками. Ну, это не сказать, что бы дешево, конечно. Но это новинка у них идет. Поэтому уж без скидки. В свое время, когда были скидки на... Как сказать? На сумки, на рюкзаки. И я что-то упустила их. И вот таких рюкзаков тогда не было. Тут Ромка пришел с Валеркой сюда ко мне. А я хотела показать, как он смотрится. Ну, вот так на одном плечике. Как-то так. Мне кажется, очень так прикольно выглядит. И мои тапули синие. Вот, девочки, пришел мой заказ в слипо, где я косметику заказала. Вот пришел BB-крем, про который я вам говорила. Я взяла во втором оттенке, потестировала. Ну, вроде то, что мне надо сейчас. Я заметила, что моя кожа очень плохо выглядит, когда тональное средство светлое. Уж лучше чуть-чуть быть темнее, чем бледное. Ну, так пока первое впечатление хорошее. Посмотрим, что там дальше будет на лице. И решила я вспомнить белорусские туши. Помните, вам жаловалась. Не знаю, какую тушь взять. Я решила затестить опять белорусские туши. Вот когда-то эта тушь мне очень нравилась. Единственное, что мне не нравилось. В ней она засыхала очень быстро. Но ее я взяла за 900 тенге. В принципе, я думаю, нормальная цена для такой туши. И вот эта тушь Gold. Они обе, получается, от Рилуи, да? И та, и та. Вот. Но вот эту еще не пробовала. Но тоже ее очень хвалили. Она стоила еще дешевле. 600 тенге. Поэтому обе эти туши вышли мне по цене, как одна, например, тушь от Мэйбелин. Поэтому вот будет затест у меня вот этих тушей. Но чуть-чуть попозже. Сначала надо добить кабареты от Vivienne Sabo. Но потом обязательно поделюсь мнением об этом, обо всем. И как-нибудь, конечно же, продемонстрирую в собиралке. Девочки, посмотрите, что делает эта тушь за 600 тенге. Вот эта вот, белорусская. Вот в два слоя у меня реснички, без какой-либо базы. Очень-очень классная тушь. Пока я не забыла, сразу хочу вам ее посоветовать. В общем, эта тушь Gold от Рилуи. Выглядит вот таким образом. Я ее заказывала на сайте FlipKZ. Вот, ну, в принципе, я думаю, в каких-то обычных магазинчиках она тоже продается. Очень-очень рекомендую. Ну, в общем, будем заканчивать наш влог, мои дорогие. Потому что я уже не знаю, когда я смогу это все смонтировать и выложить. Потому что у нас начался отпуск. Потому что у нас сейчас идет процедура оформления в детский садик. Нашему Ромашке дали место в детском саду. Вот, обязательно всеми подробностями с вами поделюсь в следующем влоге. И там будет тоже сборная соляночка такая из нашего отпуска. Я думаю, и вообще с нашими новостями. Так что этот влог я заканчиваю. Надеюсь, вам было со мной интересно. Обязательно оценивайте, обязательно комментируйте. Это очень важно для меня. И увидимся очень-очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok